Приветствую вас! Первое, что нужно, это, на мой взгляд, определить, что вы сами хотите, чего вы сами хотите. То есть, если поменять мужчину, например, то это одно. Если вы хотите именно поменять его, это одно. Если вы хотите поменяться сами, допустим, это другое. Если вы хотите изменить отношения с ним, это третье. Если вы хотите понять, как вы оказались в этой ситуации, это четвертое. Понимаете? Ключевой аспект вашей ситуации заключается в том, что вы, на мой взгляд, не берете ответственности за себя, за свой выбор, за свои действия. Вот. То есть, что это значит? Это значит, что вы выбрали себе мужчину, а вы с этим мужчиной, значит, ну, вступили в отношения. Вот. А, но, но, при том, что вас не устраивает его, значит, поведение, да, при том, что вас не устраивает его модель поведения, вы все равно продолжаете с ним быть и пишете, вы не хотите его терять. То есть, по сути, получается, ну, такой тупик. По сути. Вот. Ну, есть такая психологическая игра, она называется, так и называется, тупик. В этой игре человек сам себя, по сути, ставит в тупик для того, чтобы ему, этому человеку не делать выбор. То есть, человек не хочет делать выбор, человек не хочет принимать решение, вот, и, соответственно, он, вот, в итоге, поворачивает ситуацию так, что он оказывается в тупике. Ну, это такая психологическая игра, желание брать на себя ответственность за то, что, вот, происходит. И, я хотел бы, чтобы вы для себя этот момент исключили. Чтобы вы его исключили для себя максимально. Потому что, в таком случае, вы являетесь абсолютно не свободным участником отношений. И, для нас это будет нести, а, только лишь негатив. По сути. Вот. Понимаете? Какая сторона. Я вас сейчас не пугаю. Я просто хочу, хочу, чтобы вы это поняли. Вот. Что такое вопрос ответственности? Вопрос ответственности, это когда вы что-то выбираете, да, и понимаете цену. Ценю. Ценю, которую вы платите за то, что вот выбрали. В данном случае вы выбрали мужчину, который вам, ну, наверное, очевидно, что-то даёт. Да, то есть мужчина вам что-то предлагает, что-то, что вам, ну, наверное, нужно, да? Что-то, в чем вы, наверное, ну, нуждаются. Вот. Я так полагаю, да? Ну вот. Если, если это так, то насколько вы готовы, готовы терпеть его такое отношение, потому что, потому что его отношение к вам это, по сути, дело и есть та цена, которую вам необходимо платить. Для достижения своих целей. Вот. Мужчина ревнив. Мужчина не уверен в себе. Мужчина будет дальше ещё больше вас, значит, контролировать. Ну, потому что таковы все ревнивые люди. Вот. Не важно, кто это, мужчина или женщина. Просто ревнивые люди, они все вот такие. Вот. То есть тут, как бы, ничего не поделать. Он будет дальше вас контролировать. Вы готовы жертвовать за боль? Своим счастьем, своей, там, свободой и так далее. А если да, то ради чего? Понимаете? То есть, чтобы, грубо говоря, грубо говоря, вот что нужно, да? Это нужно, чтобы вы удерживали в гармонии то, что вы имеете, да? То, что вы, вот, грубо говоря, получаете. И то, что вы отдаёте. Если вот этого нет, а гармонии этого нет, если, то вам будет тяжело. Вот и всё. Надеяться на то, что мужчина изменится? Нет, нет, нет. Не стоит. Не стоит. Он, скорее всего, не изменится. Ну, хотя бы потому, что вы не даёте ему никаких поводов для этого. То есть человек может поменяться при условии, если только есть мотивация. Вот. Понимаете? Если вы идёте у него на поводу, да? То есть, если вы делаете, как он хочет, то смысл. Смысл он меняться. Зачем? Зачем он меняться? Знаете, для чего? Что вообще ему это даст? Понимаете? Вот. Ну, я имею ввиду, перемены. Что ему дадут? Перемены. Вот. Поэтому, рассчитывать надо, что он изменится, я бы не стал. Вот. Смотрите здесь, именно по себе. Да, именно по себе. То есть, если вы, вот, чувствуете, или если вы считаете, или если вы знаете, вот, что могли бы, вот, вы могли бы, допустим, подчиниться мужчине, да, могли бы, стать такой вот, полностью, зависимый от него. Вот. Ну, хорошо. Тогда. В таком случае, я полагаю, что вам нужно оставаться, если вы готовы отдать свою свободу. Если вы чувствуете, что не готовы, то, соответственно, не нужно терпеть, нужно не бояться мужчине, значит, заявлять о том, что вас что-то не устраивает, что вам что-то не нравится. Вот. И так далее. Чтобы он, собственно говоря, знал, да. То есть, это не разговоры. Как вы говорите, это не разговоры. Абсолютно. Разговоры здесь вообще ни при чем. Разговоры, это примерно такая история. Что, типа, дорогой, а вот ты не мог быть, дорогой, а ты вот знаешь, и так далее. Нет. Рассказывать о своих чувствах и заявлять о своих чувствах нужно чётко. Нужно чётко. Чётко, твёрдо, лаконично. Обязательно, обязательно лаконично, потому что без этого мужчина вас, скорее всего, не услышит, опять же. Просто. Вот. И очень важно, чтобы поведение, очень важно, чтобы поведение, которое у вас, ну вот, будет, да, очень важно, чтобы поведение подтверждало вашу позицию. Потому что, если, если поведение позицию не подтверждает, то мужчина и любой человек перестаёт воспринимать вас в кризис. Не потому, что вы плохая, да, не потому, что вы какая-то вот не такая, а потому, что так устроены любые отношения, отношения. Вот. Поведение должно сочетаться со словами. Если поведение не сочетается со словами, то человека взрывёт не воспринимают. На него, как бы, ну, нельзя положиться. Вот. Решайте, пожалуйста, этот вопрос сам. Серьёзно. Решайте, пожалуйста, сам, что вы хотите. Я не думаю, что здесь есть обязательно плохой вариант. Я не думаю, что здесь есть обязательно хороший вариант. И так далее. Вот. Решайте, решайте, пожалуйста, это сами. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. А если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok